Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, я вот 25 лет мы с вами строимся, практически я никогда не обращался за материальной помощью, понимая, насколько тяжело мы с вами живем, но вы видите, что у нас идет интенсивно это сейчас окончание, можно сказать, работы по нашему собору, и, конечно же, все понимают прекрасно, зная, особенно мужчины, когда же знают эти цены, которые существуют на все эти краски, на всякие дела эти, то, конечно, я буду просить, как бы трудно нам не было, но все-таки может быть и будет возможность каким-то образом поучаствовать в окончании. Не хочется просто строителей распускать, вот не хочется, хочется завершить. Мы сделаем это таким образом, родные мои. Помните, мы когда-то собирали, значит, были пожертвованы на кирпичики, помните? А все-таки мы сделали немножко не так, как многие делают, мы собрали эти книги, в которых имена всех написаны, там были написаны на кирпичиках, но все-таки я так подумал так, что вот эти тетрадки, которые у нас есть, где внесены имена всех жертвователей, да, мы сделали такую из нержавеющей стали такую трубу, закрыли ее, и там у нас как раз все наши имена как раз и написаны. Мы и там сделали нишу, там наверху, где большой купол, там такую нишу сделали, туда мы эту капсулу вкладываем, и получается, сколько бы молитвы, когда Богу угодно до скончания века, если храм будет стоять, если ничего не случится, да, то молитвы, те, кто будет после нас через тот, не знаю, через сколько лет, наши имена все равно будут звучать, Господь Бог их видит. Я думаю, что мы сейчас то же самое сделаем. Как вы считаете, так нормально будет? Я думаю, так лучше, потому что сейчас мы как бы будем собирать на краску, ну, на штукатурку краску, где мы там, имена мы там не напишем. Я думаю, это лучше, опять же, мне кажется, что это лучше. Я сначала думал, что мы даже там поштукатурим, а сделаем такую табличку, здесь там, там, то-то-то-то. Может быть, когда-нибудь через сколько-то лет, сто лет, наши с вами братья и сестры, которые после нас будут, может, когда-нибудь откроют наши книжечки и вспомнят наши имена. Может быть, благодарность. Конечно, это не то, что мы для этого и это все делаем, но все-таки это тоже важно, и даже больше для них важно. Они увидят наши имена. А Господь видит каждого из нас, за каждым именем каждый из нас стоит. Мы то же самое будем делать, я думаю. А там, в Свечном, тогда мы заведем эти тетрадки, и тогда все эти жертвователи и пожертвования тогда будут собираться, уже целенаправленно. Как вы считаете, надо это делать? Надо. Я прошу прощения, потому что мне уже давным-давно все говорят, и я давным-давно это ничего не делаю. Потому что я понимаю, какая тяжелая ситуация сейчас для каждой семьи и тому подобное. Поэтому я все время жалею ситуации каждого человека. Но здесь причина простая. Мне не хочется распускать строителей, которые так... Вы, наверное, видите, как они там, как муравьи, как муравчики там рубают и работают. А? Да. И, конечно же, родные мои, если можно, может быть, там у вас знакомые хорошие там, может быть, кто-то там, дети там, отцы где-нибудь работают в каких-то учреждениях, может, там соберут как-то. Любая форма. Может быть, в доме у вас нормальные люди живут, которые можно было с уседем тук-тук-тук объяснить ситуацию. Может быть, ведь этот храм на виду всего района. Все же его видят. Тут не надо говорить, что вы знаете, мы завтра что-то там начнем копать и что-то там. Это все там уже к концу идет. Мы же все это видим. А есть ли реклама? Тем более, знаете, пожалуйста, любые ваши идеи. Потому что вот, пожалуйста, уже реклама. Давайте, давайте продумаем. Я только хочу еще одну вам приятную вещь сказать, что кроме того, что мы делаем вот наружу эту работу, да, родные мои, где-то в июне месяце будет устанавливаться центральная часть иконостаса. А иконки-то у нас почти все есть уже. В монастыре, не в Елизаветинском, а в другом монастыре монахини нам писали иконы. У нас практически готовая центральная часть. Начали уже боковые делать. Это я по секрету вам скажу. Это Рещик мне по секрету сказал, что он начал уже и боковые делать. Иконостас скоро будет стоять. И там, если зайдете, когда-то, помните, экскурсии мы делали. Если захотите, мы пройдем с вами внутрь. Ну, давайте уже в следующее воскресенье. Сегодня концерт Ольги Патрии, так мы уже не будем. И тогда я вам покажу, там вы увидите. Там же уже что-то, которое оно внутри, очень много чего сделано. И покажу вам плитку, которая лежит даже для алтарной части. А плитка это, конечно, очень дорогая, дорогая вещь. Но я всегда обещаю, что когда-нибудь я напишу воспоминания, как вообще это строилось. Родные мои, как только мы... Вот принято было решение отделки наших фасадов. И я сидел и там не спал, и думал, как это все организовать. Хорошо, наши строители есть. И тук-тук-тук приходит человек, говорит, спасайте, отец Игорь. У меня такая хорошая организация. Я всех спасать хочу. Тем более, что приходите к нам. Вот они сейчас работают эти, как мурашки. Да, да. Замадывать и вспомнить. Да. То есть, вот Господь привел тут же. И, опять же, я говорю про иконостас. Своими силами мы бы его не сделали, родные. Мы бы не сделали. Но привел Господь того, кто захотел у нас сделать иконостас. Этому человеку было важно, чтобы был у нас иконостас. И он финансово поучаствовал в этом. А это я даже и не хочу даже и знать, сколько это стоит. Это ужасные деньги. То же самое и плитка. То же самое и плитка. Плитка тоже оказалась именно потому, что есть люди, которые захотели, чтобы собор был наш готов. Все. Спаси и сохрани вас Господь. Еще раз. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе.